Пошла запись. Винтер в гостях у Колесникова. Очередное видео из серии ежегодных. Вы похожи на Челентана в молодости. Сняли мы с вами несколько сейчас видео. Я надеюсь, что вы их без купюр разместите на разные темы. Но тема у нас с вами должна быть одна. И тема главная. То, что спасет человечество, случись какой-нибудь катаклизм. Вот Ютуб это большой провокатор. Он мне постоянно подбрасывает такие видеоролики. В каких регионах легче выжить, если случится апокалипсис. Вот Кизил. Очень красивый. Затем, какие культуры надо выращивать, чтобы выжить. Ну, всякие там глупости. Сколько земли надо. Вот для охоты, допустим, 5-20 гектаров на одного человека. Да? Представляете? Это сколько на земле должно остаться людей. Для рыболовки, для рыболовки, чтобы выжить. Вот случился катаклизм. Города это огромные, закрытые пространства. Вы, главное, котейку берегите. Берегите котейку, не наступайте на него. И в городах трудно будет человеку выжить, если, не дай бог, случится что-то. Мы с вами о взрыве вулкана говорили, когда на планете осталось мало людей. Говорю я неоднократно о том, что после ледникового периода, когда вымерли мамонты и наступил голод, спасло человечество льщина. Таким образом, вот поднимается это все и в печати, и на ютубе, и в общественном сознании эта мысль пребывает. Что делать, если вдруг что? Как вы думаете, Александр, спасет человечество фундук или нет? Я думаю, что если будет сильная катастрофа, то, конечно, не спасет. А если слабая, то поможет некоторым выжить. Как это было в последний ледниковый период, ученые находят в этих слоях до 90% пыльцы всех растений занимала лещина. То есть, благодаря именно лещине человечество в этот промежуток и выжило. Вот еще мне там попалось видео такое, в каких регионах легче выжить в постапокалипсис. Я думаю, вот в таких районах, в дачных, в зеленых. Александр, сухофруктами вы не занимаетесь? Занимаюсь, но я в отличие от вас, Николай, я сушку... От меня, от тебя? От тебя, Николай. Я сушку делаю не на воздухе, а купил себе я машину. А, есть у вас. И зидри электрическую, и не знаю никаких проблем. Я хотел сказать, в марке Ямагучи, правильно вы делаете. Ну и вот в этих видео, совершенно не глупые, утверждается, что человеку для того, чтобы выжить, надо 3 килограмма день в день картошки, картофеля, да, представляете, каждый день по 3 килограмма. Или по 5 килограммов свеклы там с репой. Или скотоводством предлагают... А вот белый налив. Белый налив, да, я вижу. Да, белый налив. Или скотоводством предлагают заниматься. Хотя у нас было с вами несколько лет тому назад видео, называлось оно «Почем барель фундука?», где было сказано и доказано, что форель, не форель, это я был в форельевом хозяйстве, что фундук по своей калорийности, полезности, он превосходит сало, мясо и все остальные питательные продукты. Николай, а вот это вот твой любимый сорт 4219? Да, не блещет он, не блещет. Да, в этом году у него сильно загрузился, но потенциал у него есть. Будем так говорить. И самое главное, для пропитания одного человека не гектары надо фундука, а сотки. Да. Поэтому мы призываем с Александром, как Карл Маркс и Энгельс, призывали в свое время грабить богатых, мы призываем разводить фундук. Сейчас я еще покажу здесь. Спасибо.